Новоселье – это особенный праздник, который часто знаменует собой достижение большой цели, которой человек или предприятие. Идут долгие годы, и когда результат достигнут, этот день становится некой вехой, этапом на жизненном пути. Новосельем называют и перерождение детской областной больницы, поскольку от старого, прослужившего около 50 лет здания, практически ничего не осталось. Быть может, только фундамент. Сейчас это сказка по-хорошему. В общем, самое главное, что кроме здания сделано очень многое, и все то необходимое оборудование для лечения, для диагностики тоже поставлено. Но вместе с оборудованием и реконструкцией мы вложили более 20 миллиардов рублей. Самое главное, чтобы у тех деток и у тех мам, которые находятся здесь, было хорошее настроение. И это для нас будет самая лучшая оценка. Приобрели новый облик за последние годы многие учреждения здравоохранения, в том числе и детская областная больница. Неврологическое и гардиоревматологические отделения, пульмонология и гастроэнтерология, физиотерапия модернизированы. Закуплена современная аппаратура. Произведенное переознащение значительно улучшит качество оказания медицинской помощи маленьким пациентам. Если раньше площади не позволяли соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, которые сейчас существуют на сегодняшний день, то после реконструкции условия пребывания как наших маленьких пациентов, так и родителей значительно улучшились. Ежегодно в стационаре детской больницы получают лечение более 14 тысяч ребятишек. Консультативную помощь порядка 30 тысяч. Как показатель слаженности работы специалиста высокого класса и современного оснащения, улучшения индекса здоровья детей. А это главная задача медицинских работников. Ведь не зря говорят, здоровые дети – здоровая нация. Но на этом строительные работы в детской областной больнице не заканчиваются. В своей очереди ждет так называемый инфекционный корпус. В нашем учреждении есть два отделения, где лечатся дети с респираторной патологией. А когда ребенок поступает в первые сутки, особенно маленький ребенок, очень трудно определить. Это респираторная инфекция, это энтеровирус или ротовирус, которые должны лечиться в условиях инфекционной больницы. Поэтому корпус этот предусмотрен для лечения этих пациентов. Проектно-смертная документация у нас разработана, прошла экспертизу. И мы надеемся, что власти нашей области и областной исполнительный комитет и управление здравоохранения Брестского области Плокома пойдут нам навстречу и дадут добро на строительство этого корпуса. Накануне Дня независимости и кабринчане получили шикарный подарок. Стоматологическая поликлиника распахнула свои двери. Два года назад исполнительной властью было принято решение передать здание Дома культуры предприятия «Агромаш» введение Центральной районной больницы. Решение было однозначным. Здесь будет стоматология. Здание требовало капитального ремонта, а значит и немалых капиталовложений. Разумность руководителя района позволила провести все работы в разумные сроки и с минимальными тратами. 7 миллиардов белорусских рублей потрачено на реконструкцию, 2,5 на приобретение современного оборудования. Цифры, на взгляд простого обывателя, огромны, но в рамках задуманной модернизации минимальные. Долгое время шли к этому дню. Открытие вот этого прекрасного объекта. Очень приятно, что мы его открываем одному из главных государственных праздников Дню независимости нашей республики. Очень приятно, что и президент нам, вертикальщикам, говорит, что медицину мы должны делать в первую очередь или вместе с остальными, другими направлениями, потому что это здоровье нации. Он получился комфортным, уютным, очень красивым. Я думаю, что это люди оценят. Оборудование здесь у нас самое новое, самое технологическое, самое современное. Я думаю, что это тоже очень важно. Благодаря исполнительной власти было принято решение передачи нам этого здания, что сразу же, конечно, обязало и строителей, и нас в том числе, трудиться, конечно же, лучше, с одной стороны, с другой стороны, чтобы действительно это здание было современное, соответственно, современным санитарно-кифническим и эпидемиологическим требованиям. Поэтому практически с перерывами ремонт шел два года. Действительно, пройдясь по кабинетам, понимая, что все сделано добротно, на совесть, оборудование ждет первых пациентов, которые смогут проводить лечение и другие виды услуг на европейском уровне. Доктора гарантируют безболезненность всех процедур. В одном здании можно будет и полечить зубы, и провести, если это необходимо, протезирование. Кстати, лечение можно проводить как на бесплатной, так и на платной основе. В более комфортных условиях будет оказываться помощь. На новом оборудовании, которое было закуплено, 18 новых стомат-установок, с хорошей комплектацией. Соответственно, и пациентам будет оказываться более профессиональная помощь, и врачам более комфортно работать. Подъема цен не будет. Единственное, что у нас добавится, у нас не было металлокерамического протезирования, эстетического протезирования. Сейчас мы проводим закупку оборудования для изготовления металлокерамики, новую литейку. Поэтому, если раньше пациенты уходили в частные кабинеты, то сейчас это все будет производиться у нас в поликлинике. Сегодня кабринчанам могут позавидовать жители областных центров. Такой стоматологической клиники нет в других городах. Современная лечебная, диагностическая, физиотерапевтическая и рентгенологическая аппаратура позволят проводить процедуры на уровне столичных клиник. Что немаловажно, комфорт ожидания приема у врача обеспечили строители, которые сделали все возможное, чтобы зубная боль уменьшилась от уюта просторных холлов и вестибюлей. Качество прежде всего. Таков девиз мэра города Николая Кенды. Чтобы выглядело все хорошо и приятно было работать людям, которые здесь будут трудиться, посетителям, которые придут здесь лечиться, надо вложить в душу. У меня действительно очень хороший коллектив. У меня очень хорошие отделочники, которые любят свою работу и которые очень творчески к ней относятся. Они, знаете, у меня люди, которые не любят делать стандартно. Они хотят, чтобы было красиво, чтобы нас вспомнили хорошим словом, добрым и не нарекали на нас. Очень приятно, что в нас не только здравоохранение идет, модернизация или, скажем, вложение средств в социальные объекты нашего региона. Мы делаем ремонт и детских садиков в этом году два. Получат они тоже вот такой эстетический уют. И делаем две ремонт или продолжаем, скажем, одну школу в городе, одну на селе. Это практически перерождаются объекты. Они становятся совсем другие. То есть остаются стены и, может быть, и все. И учителя с учениками. Все остальное получает обновление. Ну вот это разумная политика, правда? Да. Я думаю, что это очень правильные подходы. И сравнительно небольшие деньги. Благодаря политике главы государства реконструкция, модернизация и строительство учреждений здравоохранения проводится в Беларуси с 2005 года. Сделано на Брещене за этот период очень много. Большинство объектов укрепили свою материально-техническую базу. Но на этом хорошие дела не заканчиваются. Продолжение следует. Следующий шаг – это выполнять ту программу, которая утвердил президент нашей страны по модернизации здравоохранения. Ну, во-первых, мы обязательно в этом году продолжим строительство спального корпуса «Тонуса». Ведем обязательно поликлинику номер один на улице Кижеватова. Я об этом уже говорил. Мы продолжаем строить третий корпус областной больницы, инфекционную больницу, онкодиспансер, хирургическое отделение. То есть работа непочатый край. И мы эту работу должны закончить буквально уже в следующем году. Лариса Осмолович, Виктор Халявка, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы.